Это должна была быть ежегодная традиционная встреча. Ретро-поезд с красной звездой и восторженные зрители. Но в 13 часов перрон пуст, следом гневные возмущения в соцсетях. Почему-то претензии предъявили журналистам рязанской комсомолки, хотя они просто перепостили расписание с официального сайта. Оказалось все просто. Организаторы поездки из компании ретро-поезд прямо перед прибытием поменяли время приезда. Как впоследствии оказалось, поезд проследовал станцию Рязань-1 раньше, почти на 2 часа, и благополучно переехал в депо вокзала Рязань-2. Соответственно мы эту информацию сразу оперативно обновили и также дали возможность людям вечером, уже когда поезд отправлялся с Рязани-1, увидеть таки этот долгожданный аттракцион. И также мы связались с самими организаторами ретро-поезда, с просьбой, даже с требованием дать объяснение, почему заранее не были извещены люди, рязанцы и рязанские СМИ о том, что меняется расписание движения этого поезда. К нашему удивлению, на наш совершенно справедливый запрос не смогли дать никакого вразумительного ответа. Поглазить на поезд «Призрак» пришли сотни рязанцев. Самые стойкие встречи с краснозвездным локомотивом все-таки дождались, но уже ближе к 6 вечера. Причем ажиотаж не уменьшился, что едва не привело к трагедии. Охранявшие порядок полицейские буквально выточили из-под колес поезда с соседнего пути женщину с ребенком. Мы склонны видеть в этом, что, конечно, прибытие поезда на угле с парами дыма, это, конечно, аттракцион. В первую очередь, такой аттракцион семейный, когда родители хотят показать своим детям нечто такого, что дети никогда не видели. Разве видели только на картинках. Но мы очень сожалеем, что такое рвение показывают родители перед своими детьми, тем более забывая, что на них лежит ответственность за их близких. Ну и также можем сказать, что, очевидно, рязанцам не хватает подобного рода аттракционов, которых можно было посмотреть самим и показать своим детям. Таких настоящих, не бутафорских, а абсолютно настоящих поездов. Летучий голландец из прошлого отправился из Рязани один около 19 часов. Те, кто успел, получили заветные фото на фоне красной звезды. Те, кто ушел, не дождавшись, остались разочарованными. Конфуз с прибытием настроения на Масленицу им явно испортил. Поезд уехал, осадочек остался. Возможно, даже до следующего года. Максим Васильев, телекомпания «Город».